Ты часто посещаешь интернет? Ну да, вообще на самом деле постоянно с телефона сижу онлайн. Социальные сети посещаешь? Ну да, ВКонтакте, естественно. Переписываемся постоянно с друзьями. И что тебя там привлекает? Общение с друзьями, с близкими некоторыми родственниками, с которыми я не могу напрямую контактировать. Виртуальная жизнь подростков ВКонтакте, Фейсбуке и других социальных сетях бьет ключом. Сегодня все чаще на улице, в кафе или даже в учебном заведении дети не расстаются с гаджетами, которые открывают им окно во всемирную паутину. Как правило, время за чтением комментариев виртуальных друзей, просмотром фотографий, видеороликов, участием в онлайн-играх летит незаметно. Подросток, сам того не подозревая, попадает в зависимость от виртуальной реальности, которая влечет за собой печальные последствия. Во-первых, это идет раздвоение личности. Человек в социальных сетях пытается создать свой образ, какую-то новую личность. Ну и это не всегда хорошо. Во-вторых, человек очень много времени проводит в социальных сетях. Он не успевает делать какие-то там дела, которые действительно нужны, не успевает учиться. Елена Устимчук занимается проблемой зависимости молодежи от социальных сетей довольно длительное время. Девушка выяснила, что из 100 опрошенных одноклассников около 50 человек являются заложниками любимых сайтов. Кстати, отличников в этом списке почти нет. Преподавательский состав гимназии номер один также не стоит в стороне. На классных и информационных часах беседы на эту злободневную тему ведутся часто. Идет активное информирование детей и родителей. Учитель информатики Константин Шаров использует свои методы борьбы с виртуальным хождением по нежелательным сайтам, которые так популярны среди учеников. Переменяю прокси-сервер, устанавливаю ограничения на доступ в сеть интернета на все компьютеры. Вся сетевая активность происходит прямым контролем непосредственно. Я могу фильтровать запросы, которые пользователи могут совершать в интернете. Также могу разрешать или запрещать доступ на отдельных компьютерах. Этот способ гарантирует стопроцентную гарантию того, что пользователи не смогут зайти на какой-то запрещенный ресурс. Сегодня в Брестской области большинство школ пользуются услугами Белтелекома. К тарифным планам линейки школьной подключено почти полтысячи учреждений образования. Кроме того, в прошлом году появилась новая услуга – родительский контроль с более мощным фильтром. Всего за 30-40 тысяч в месяц родители смогут вздохнуть спокойно и не бояться, что их чадо будет жить в компьютере. Таких сайтов более 100 миллионов. И, в общем-то, этот список, эта база формируется с привлечением международных организаций. База эта коммерческая. Ее формирует не Белтелеком. Ее формируют сами пользователи, которые обращаются по разным причинам, разными способами для того, чтобы конкретный ресурс был внесен в этот перечень. Кроме ограничения доступа к вот этим запрещенным сайтам, который содержит контент нежелательный, ограничивается еще и доступ к социальным сетям. Целью каждого владельца социальных сетей является предоставление информации в том виде, как есть. И никакой ответственности они за предоставляемую информацию не несут, так как она фактически размещается пользователями. И вот эта вот вседоступность, конечно же, несет в себя опасность, потому что зарегистрироваться в социальной сети может кто угодно, у кого есть мобильный телефон. Соответственно, и заходить на разные группы с содержимым сомнительного характера может тоже каждый. Поэтому я считаю, первое, что нужно сделать родителям, это провести беседу. А второе, это, конечно же, контролировать посещение разных групп и вообще активность в сетевую детей. Социальные сети – бич нашего времени. Виртуальные друзья становятся дороже и ближе реальных. Стирается грань между живым общением и по ту сторону экрана. Сети – это очень точное название, из которых выпутаться самостоятельно крайне сложно. Поэтому чем раньше близкие залипшего в Твиттере или ВКонтакте забьют тревогу и начнут действовать, тем быстрее и эффективнее получится вернуть его в реальный мир.